Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим небольшой обзор и научимся пользоваться программой Xperi Firm. Данная программа предназначена для проверки и скачивания последних версий прошивок телефонов Sony Xperia и планшетов Sony. Данную программу можно скачать либо с сайта 4PDA с темы Xperi Firm, ссылка будет в описании под видео, здесь всегда можно скачать последнюю актуальную версию данной программы, либо с сайта XDA, где есть тема этой программы. Здесь также можно почитать про программу, про требования и скачать последнюю версию данной программы. Программу скачали, распакуем ее, распаковывается просто на папочку, открываем, запускаем, лучше запускать от администратора. И вот мы видим вот такое меню, окошко данной программы. С левой стороны у нас показаны все модели телефонов Sony Xperia, которые есть на данное время используются. И также модели, внизу у нас показаны планшеты, для которых также можно скачать актуальную версию прошивки. Программа у нас выходит только на английском языке, поддержки русского языка нет, ну здесь и не нужен, здесь все понятно. По всем пунктам меню я сейчас пройду и расскажу вам, и вы прекрасно сможете работать с данной программой, не переходя на русский язык. Так, посмотрим еще, что у нас здесь. Здесь у нас будет обозначение при выборе прошивок. Здесь у нас вправо вверху есть кнопка пожертвования разработчикам. Если у вас есть возможность, всегда помогайте разработчикам. Итак, приступим. С левой стороны в окошечке мы ищем модель своего телефона или планшета, для которого нужно скачать прошивку. Я посмотрю вот для своего. Выделяем, нажимаем и видим здесь выпадающие пентаграммки маленькие, обозначающие, что это для всего мира идут прошивки, не отдельная для какой-то страны сделанная. Также с номером модели вашего телефона выбирайте модель своего телефона или планшета. Нажимаем на нем и мы здесь уже в середине в окошечке видим список. Список стран, для которых выпущены прошивки. Вот этот список можем просмотреть. Список большой, но для разных устройств он будет отличаться. Выбираем свою страну, либо другую, какую вы хотите. Я выбираю Россию. И здесь при нажатии мы видим номер, который нам показывает программа. Это номер последней официальной прошивки Sony, которую мы можем скачать. С правой стороны здесь вверху появляется тоже список прошивок, доступных для скачивания. Если взять какой-либо другой телефон, устройство, например, М2, посмотрим. Здесь можно также версии для всего мира и отдельные обозначения, если эта прошивка идет для версии Dual с двумя сим-картами, либо просто. Выбираем, также список стран, здесь меньше. Нажимаем. И здесь вот с правой стороны мы можем видеть две прошивки. Вверху у нас последняя прошивка, чуть ниже. Это предпоследняя, которая также является доступной для скачивания. Итак, чтобы скачать прошивку, выбираем, выбираем страну. И нажимаем на с правой стороны вверху на номер нашей прошивки. Появляется у нас такое окошко с уведомлением программы XPRIFIRM, загрузка, где у нас указано устройство наше, номер устройства, номер технический, для какой страны будет скачана прошивка. Также здесь понятно, кустомизация это какая будет преднастройки нашей прошивки при установке на телефон. Всемирно она идет, номер прошивки, размер 650 мегабайт. И вот здесь окошко с запросом скачать данную прошивку или нет. Здесь внизу окошко у нас есть вот меню, которое показывает нам автоматическую распаковку. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы, если галочка здесь стоит, после закачивания прошивка будет автоматически распакована из файлов. И данные файлы можно использовать как-то отдельно для работы, если вы знаете, что с ними делать. Либо из данных файлов собрать прошивку для флештула. Также можно снять, если мы снимем эту галочку, у нас будет просто скачано определенное количество файлов, готовых для создания прошивки, но они распакованы не будут. В принципе, вы можете ставить галочку, можете не ставить. Лучше снимать, тогда будет удобнее будет выбирать эти файлы для создания прошивки. Я советую вам галочку снять. Дальше кнопка download, загрузка, кнопка выход, кнопка мануал инструкции. Если мы нажмем кнопку, здесь у нас выпадает меню с сохранением URL адреса данной прошивки, для того, чтобы можно было ее просмотреть, либо может в браузере, либо передать кому-то. В принципе, не нужно это меню, не надо его использовать. Нажимаем нет, выходим и нажимаем загрузка. При загрузке у нас выпадает окошечко с обзором папок, можете выбрать, в какую папку вам скачать. Нажимаем оп. И здесь у нас пошел процесс прошивки, процесс скачивания прошивки. Здесь мы видим загрузка. Три из четырех, всего количество файлов четыре. Три из них сейчас загружаются. Процентное соотношение количества загруженной файлов. Также скорость, с которой загружается прошивка и приблизительное время до окончания загрузки. Данные факторы зависят от скорости вашего интернета, также от доступности сервера в Sony. Всех они могут различаться, в принципе, и около десяти минут. Чуть больше, чуть меньше можно на это рассчитывать. Загрузка файлов для создания прошивки была завершена. Программа нам высветила такое окошко, в котором указано, что файлы прошивки загружены успешно. И предлагает нам распаковать сейчас данные файлы, либо распаковать позже с помощью кнопки мануал. Мы распаковывать не будем. Нажимаем нет. Здесь закрываем и перейдем в папку, куда мы сохранили нашу скачанную прошивку. Откроем папку, куда мы скачали наши файлы. Вот здесь мы видим строку с названием, с номером модели, регионом, номером прошивки скачанной. И открывая, заходим, видим файлы. С этих файлов нам нужно будет создать именно саму прошивку, чтобы ее можно было установить на наш телефон. Как из этих файлов создать прошивку, смотрите следующее видео, в котором я расскажу, как с помощью программы FlashTool собрать прошивку из файлов, скачанных с помощью Xperi Film. Вы меня спросите, а что будет, если галочку не снимать, а поставить при выборе закачки. Давайте посмотрим, что будет. Выбираем нашу прошивку, нашу устройство, выбираем регион, страну, выбираем прошивку, нажимаем и пусть галочка у нас стоит здесь. Загрузим нашу прошивку и посмотрим, какие файлы будут при этом получены. Нажимаем загрузить, выбираем опять же папку и приступаем к загрузке. Программа скачала необходимые файлы, сейчас их распаковывает согласно тому, что мы поставили галочку на распаковку. Подождем еще некоторое время. Программа нас уведомила о том, что распаковка файлов успешна. Нажимаем ОК, закрываем, перейдем в папку, куда мы сохраняли наши файлы. Открываем папку. Здесь мы видим вот такую самую строчку в названии папки. Номер устройства, регион, номер прошивки, скачанной нами. И здесь открываем, мы видим набор файлов с расширением SIN, с которых состоит наша прошивка, также папка BOOT, в котором также находятся файлы SIN. Если вы знаете, что с ними делать и как работать, это вам поможет в работе. Если нет, тогда лучше здесь не вносить никаких изменений. Теперь мы видим разницу, при том стоит у нас галочка на распаковку данных файлов или нет. Если галочку мы убрали, мы получаем четыре вот таких компактных файла, из которых можно создать прошивку. Если мы поставили галочку на распаковку, мы получаем много файлов и папку с еще дополнительным файлом, из которых также мы можем создавать прошивки. Как создать прошивку для установки на вашего устройства с помощью программы FlashTool, из этих файлов, скачанных с программы Xperia Film, я вам расскажу в следующем видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.